Продолжение следует... Я думаю, что по ходу встречи к нам еще будут подключаться участники. Меня зовут Александр Байзаров. Вместе с моими коллегами сегодня из Центра преподавательского мастерства Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского университета мы хотели бы рассказать вам о наших творческих поисках, не побоюсь этого слова, части искусственного интеллекта в образовании и вместе с вами подискутировать и поискать точки применимости решений на базе искусственного интеллекта для образовательного процесса. Как для преподавателей в части повышения продуктивности и в части снижения рутинной нагрузки, так и в части методических решений, которые можно уже сейчас реализовывать совершенно по-другому, имея в инструментарии сервисы искусственного интеллекта. Предлагаю начинать. Прежде всего хотел бы отметить, что данное мероприятие, как и другие мероприятия, которые проходят по теме методик преподавания в области цифровых образовательных технологий и в целом в области методик преподавания для высшей школы, реализуются командой Центра преподавательского мастерства Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского университета. Центр существует уже два года. Центр на сегодняшний день — это команда энтузиастов и единомышленников, которая объединяет людей, работающих над созданием образовательных продуктов для преподавателей, над созданием цифровых решений для образовательного сектора и команда, которая строит свою работу во взаимодействии, в партнерстве с ведущими вузами Российской Федерации и дружественных стран. Директор Центра Ольга Николаевна Алканова. Команда проекта в области методик преподавания искусственному интеллекту. Те люди, которые сегодня будут вести дискуссию, хотел бы вам их представить. Анна Трофимцева, менеджер проектов по искусственному интеллекту в Центре преподавательского мастерства в Высшей школе менеджмента. Сергей Северюков, старший преподаватель кафедры технологии программирования и заместитель директора Центра исследования проблем информационной безопасности и цифровой трансформации СПБДУ. И Александра Дмитриева, руководитель методического направления в Центре преподавательского мастерства. Александра занимает позицию техно-скептика и сегодня будет рассказывать про свои эксперименты с применением искусственного интеллекта и будет задавать дискуссионные вопросы о том, что работает, а что не работает. Почему искусственный интеллект? Я думаю, что этот вопрос в целом не особо стоит на повестке, если вы пришли на эту встречу. Но позволю себе напомнить, что происходило в прошлом году. Со стороны преподавательского сообщества мы неожиданно увидели, что множество студентов, в первую очередь, начали сдавать домашние задания не сами, а начали использовать для этого всевозможные инструменты, которые генерировали ответы. В частности, был распространен и до сих пор распространен инструмент под названием ЧАД-GPT. Уже появились его российские аналоги. В профессиональном сленге это называется большая языковая модель, эта технология. Она позволяет создавать тексты, а сейчас уже не только тексты, создавать контент на основе того, что вы в нее закладываете. И мы, конечно, тогда все, мне кажется, напугались. И в течение года можно было наблюдать, как вузовское сообщество и в целом образовательное сообщество качалось, майтник качался от состояния полного, наверное, ужаса. И это напоминало в первые дни пандемию, когда мы все оказались в ситуации вынужденного дистанта и столкнулись с технологиями, которые раньше, может быть, замечали, может быть, знали, но не активно использовали. Дело в том, что технологии искусственного интеллекта не появились за ночь. Они были известны. И искусственный интеллект – это не только истории, связанные с большими языковыми моделями. Специалисты подскажут, что истории, связанные с машинным зрением, с анализом текста, другие различные инструменты, связанные с анализом больших данных, там тоже могут применяться различные аспекты, связанные с искусственным интеллектом. В общем, это не появилось за ночь, но неожиданно доступ к этому демократизировался, и неожиданно это так широко вошло в нашу жизнь. Тем не менее, уже к лету многие университеты по всему миру начали осмыслять место технологии искусственного интеллекта в образовательном процессе. И есть очень интересная статья, на которую мы ссылаемся в нашей «Белой книге». Чуть позже я дам ссылку на «Белую книгу», где проанализировали политики университетов, 50 ведущих, по состоянию на осень 2023 года. И определили то, на каком уровне регулирования находится применение искусственного интеллекта. Где это запрещено, где это вообще не регулируется, а где есть прямо четко проговоренное место этой технологии в работе, как студентов, так и преподавателей. И здесь, наверное, несколько важных аспектов, которые стоит заметить. Это, с одной стороны, история, связанная с тем, что искусственный интеллект становится одним из инструментов, которым будут пользоваться наши выпускники в своей рабочей жизни, когда они выпустят все из университета, придут на работу и окажутся в ситуации того, что им нужно применять искусственный интеллект для того, чтобы быть успешными, чтобы быстрее анализировать данные, чтобы быстрее делать выводы, чтобы быстрее создавать контент. И в этом отношении, как нам кажется, совершенно ответственная позиция университета должна быть в том, чтобы научить студентов пользоваться этими инструментами во благо, для того, чтобы быть более конкурентоспособными. Это один срез, и он упирается сразу в много вопросов о том, где и когда этим инструментом учить, как это делать эффективно и как, стремясь научить инструменту, не оказаться в ситуации, что мы ухудшаем где-то образовательные результаты за счет того, что студент пользуется короткими, простыми решениями, и какие-то образовательные результаты и компетенции в результате этого у него не формируются. Это большая, сложная методическая работа, которую нам важно пройти и понять, где место обучения этому инструменту. С другой стороны, есть работа преподавателя, и мы сегодня будем много говорить про работу преподавателя. Как в любой профессии, есть много действий, которые могут быть существенно автоматизированы, которые могут стать гораздо более легкими, если грамотно и правильно применять инструменты искусственного интеллекта. И здесь сразу, наверное, стоит оговориться, переходя постепенно к следующим слайдам, о том, что, конечно же, сейчас искусственный интеллект может порой казаться... Сначала ты видишь, что это что-то блестящее и что-то очень интересное. Как только ты начинаешь близко его изучать, тебе реальность приходит в твою жизнь, ты понимаешь, что не все так гладко, как казалось. Мы сегодня расскажем, что отдельные модели большие языковые могут крупить, не говоря уже о том, что порой они не решают, да даже часто не решают ту задачу, которую им ставишь. Всем известна история с галлюцинациями, тут про это можно не говорить, про то, что они могут врать, придумывать и так далее. Но что мы призываем вас сегодня в течение встреч помнить о том, что технологии развиваются очень быстро, и если что-то сегодня кажется недоступным или плохо работающим, вполне возможно, что завтра это уже будет по-другому. И мы видим, насколько тема искусственного интеллекта зашла в пространство больших технологических компаний и в России, и в мире. Можно ожидать значительные инвестиции, они уже есть в этой технологии, в эти сервисы. Поэтому нас ждет впереди интересное время, и мы бы хотели, чтобы в этом интересном времени мы извлекали максимум пользы от использования инструментов искусственного интеллекта. наша команда вместе с привлеченными экспертами долго искала точку входа, и мы для себя приняли решение, что начнем мы нашу деятельность с того, что изучим, в принципе, что уже есть и какие сейчас задачи решают инструменты искусственного интеллекта в применении к образовательной плоскости. Сегодня расскажем, как строилось это исследование, что мы узнали. По итогам этого исследования мы выпустили белую книгу. Она доступна на нашем сайте, абсолютно открыта к просмотру. Ссылка на нее доступна сейчас в чате. Соответственно, ее можно просмотреть, прочитать, скачать и поделиться. В этом исследовании, и это то, как сегодня будет построена наша встреча, мы фокусировались на трех больших направлениях. Первое – это сервисы на базе искусственного интеллекта для решения задач преподавателя. Мы последовательно и методично разложили те сервисы, которые обнаружили по различным задачам преподавательским. Второе – это рассказ про наши небольшие камерные, возможно, даже такого гаража эксперименты с методиками и технологиями по решению тех или иных задач, которые мы сталкиваемся в образовательном процессе с использованием инструментов искусственного интеллекта. И в конце, и сегодня тоже про это поговорим, наше рассуждение о том, что может быть дальше и каким образом и может применяться в образовании завтра или послезавтра, когда технологии станут еще более развитыми. В конце сегодняшней встречи мы отдельно расскажем про запуск направления про искусственный интеллект в сообществе преподавателей метод GISOM и расскажем про то, как можно подключиться к этой работе, даже если вы не являетесь сотрудником Вышколы менеджмента или СПБГУ, но вам эта тема интересна. Не переключайтесь, в конце про это поговорим и пригласим вас к взаимодействию. На этом моя вводная часть завершается. Я бы хотел передать слово моей коллеге Ане Трофимцевой, лидеру исследования. Анна, расскажи, пожалуйста, как она строилась и что мы нашли интересного. Да, коллеги, добрый день. Можно следующий слайд с вами заключить. Я немножко расскажу про то, как строилось наше исследование, что конкретно мы делали. И давайте вспомним, что летом был такой большой информационный пункт про искусственный интеллект, а осенью мы начали делать это исследование в октябре, ноябре. И информации было много, она была разрозненная, и было абсолютно непонятно, что с этим делать. И главная задача была разобраться, что происходит конкретно в сфере образования. И мы начали с того, что провели обзор литературы по трем направлениям. Мы посмотрели, что происходит в науке, рассмотрели различные научные публикации. И там в основном получили информацию о том, чего ждать от искусственного интеллекта и какие задачи в ближайшем будущем он будет решать. Следующая ветка была – это конституционные отчеты. Мы посмотрели, что делают лучшие в бизнесе. Да, там не было приземления на образование, но это уже была наша задача. Надо сказать, что на тот момент было довольно мало такой информации. И очень плодотворная ветка на информацию, на какой-то контент – это были медиа и соцсети. Публиковались и различные IT-компании, и мы смотрели блогеров, которые специализируются на этой теме. Был огромный бум, и мы попробовали выписать и систематизировать все, что есть с точки зрения функционала искусственного интеллекта. Где-то уже были сервисы, например, медиа и соцсети, в основном писали, что уже реализовано, потому что это было ярко, громко, и, естественно, мы тоже это учитывали. И у нас получился список из около 250 функций, которые уже решает искусственный интеллект или которые в самом ближайшем будущем планируется решать с помощью ИИ. И дальше мы применили две концепции. Это концепция Jobs to be Done и концепция Teaching Journey Map, это пользовательский путь преподавателя и задачи, которые решаются в процессе работы. И в итоге у нас получили... Мы перевели всю функциональность на язык задач, которые решает преподаватель в процессе своего преподавательского пути. От анализа разработки курса до анализа результатов курса и подготовки отчетов. В итоге мы рассмотрели сервисы в разрезе четырех этапов. Это анализ данных и разработка курса, подготовка и проведение занятий, внеаудиторная работа и оценивание. Когда мы все это объединили и структурировали, у нас получилось такое очень большое дерево с задачами, структурированное по этапам пути преподавателя. И сейчас я покажу это дерево и немножко про него расскажу. Это дерево, оно есть в белой книге, можно будет его потом подробнее посмотреть. Оно каждое расписано, каждая ветка расписана. И мы начали с того, что расписали по четырем направлениям. И сейчас мы видим очень верхнеуровневую концепцию, но дальше каждая задача, мы углубляемся в каждую задачу и видим различные подзадачи. И для каждой из них есть, почти для каждой из них есть уже сервис, который можно использовать, чтобы себе помочь в решении этой задачи. Какие-то сервисы полностью реализуют, да, и решают эту задачу, какие-то можно использовать для вдохновения и так далее. По каким-то задачам уже есть специализированные сервисы, то есть заточные под решение конкретной задачи, а для каких-то можно творчески, например, использовать тот же чат GPT OpenAI. и чтобы наше дерево не осталось просто как информационная история, чтобы оно было прикладной и полезной, и каждый преподаватель мог его использовать каким-то образом, мы для каждой задачи прописали сервис. Для каких-то задач один сервис, для каких-то больше. Мы постарались все-таки найти специализированные сервисы, но если их не нашли, мы указали, например, тот же чат GPT, если его можно от OpenAI, который можно применить. И также в книге после каждого этапа идет такая таблица с сервисами, где мы дублируем эти задачи, и дальше есть ссылки на сервисы. Вы можете, они в книге кликабельные, вы можете просто перейти на них и использовать для своей задачи. Так как практически все, я так предполагаю, участники этого вебинара относятся к образованию и, возможно, являются преподавателями, то прямо сейчас на самом деле каждый может рассмотреть себя с точки зрения своей задачи, с точки зрения реализации их с помощью искусственного интеллекта. Например, если вы преподаватель, который планирует, например, в следующем семестре создавать новый курс и его вести, вы находитесь, соответственно, на первом этапе. И вам нужно, например, погрузиться в тему курса и посмотреть актуальные тенденции, структурируемые материалы. И вы, определяя свою задачу, переходите к сервисам и дальше используете их каким-то образом для себя. Если вы преподаватель, который уже сейчас читает курс, возможно, вы найдете себя в ветке подготовиться к занятию. Например, если мы углубимся дальше, я сейчас здесь просто его не рассмотрела, там есть, например, увеличение или проведение интерактивов на занятии. И там, опять же, есть сервисы искусственного интеллекта, которые помогут вам эту задачу реализовать. И так, по сути, вы можете найти для себя что-то полезное. Конечно, тут не все задачи, потому что в первую очередь отталкивались от функций, которые реализует искусственный интеллект. Поэтому, вероятно, какие-то задачи тут просто не прописаны. И стоит учесть, что мы делали это исследование, заканчивали в декабре. И так как эта сфера очень быстро развивается, наверняка уже появились и новые сервисы, и новые задачи можно здесь прописать. Но какую-то базовую информацию, структуру мы создали. И нам самим это дало уже более ясное понимание, для чего можно использовать искусственный интеллект на каких этапах, что уже есть, что уже применимо. И, например, как я уже сказала, если вы там нашли информацию по курсу, дальше нужно вам его спроектировать, и есть сервис. Дальше, например, вам нужно создать контент, и для этого тоже есть сервис. Дальше провести занятия, и для этого тоже уже есть сервис. Так можно создать буквально прямо для себя набор сервисов, которые вы можете использовать в своей работе. И, наверное, если верхнеуровнево, у меня все. Возможно, у вас есть вопросы. Есть вопросы. Можно общаться, можно принять руку и вам дадут слово. Какая я скажу, что мы показали, доступна детальна белая книга, ссылка на которой вы посылали в чат, и мы сейчас рассказали одну ветку, а мы их несколько. Вот. Что мы направлением работы? Давайте. Так, коллеги, пока не вижу рук, пока не вижу вопросов в чате. Если надумаете, обязательно пишите, а мы двинемся дальше. Сейчас я верну презентацию на экран. я хотел бы передать слово нашему коллеге Сергею Северюкову для того, чтобы рассказать про один из экспериментов, которые мы проводили. Отвечая на вопрос в чате, я хочу заметить, что часть сервисов действительно платная, часть бесплатная, доступна в России вообще без проблем. Так, Сергей Юрьевич. Добрый день, уважаемые коллеги, друзья. Позвольте познакомить вас с практическим опытом использования искусственного интеллекта с помощью подручных средств, но при этом в реальной задаче и в реальной потребности. Следующий слайд, пожалуйста. Будучи автором онлайн-курса, я столкнулся с классической задачей. В общем-то, эта задача может возникать не только при подготовке онлайн-курса и материалов к нему, но и в нашем обычном образовательном процессе. Мне необходимо было создать тесты, тесты с вопросами закрытого типа по тематике онлайн-курса и при этом необходимо было в вопросах учесть разный уровень сложности. Методически эти вопросы предполагались как вопросы для самопроверки и для фокусировки внимания на те термины и те концепции, которые излагались в онлайн-курсе. Это не столь было для проверки знаний, это вот именно для того, чтобы указать на наиболее важные темы. При этом материал, который необходимо было покрыть тестами, был достаточно большой. Это порядка 50 видеороликов, 6-15 минут длина ролика. В общем, это классический тайминг и количество для онлайн-курсов типа мог. Если количественно свести это все к какому-то итогу, то нужно было создать от 100 до 300 вопросов. Следующий слайд, пожалуйста. Было очевидно, что для этой задачи можно было бы попробовать различные технические средства, но задача изначально казалась, как задача со звездочкой. Почему? Потому что ничего, кроме видео и сценария к онлайн-курсу не было, но была гипотеза, что если извлечь из видео речь и эту речь превратить в текст, то, возможно, большие языковые модели можно было бы использовать для того, чтобы сформировать те самые тесты. Был некоторый опыт не только в использовании, как вот здесь указано на слайде, средств преобразования речи-текст и преобразования и использования больших языковых моделей, но я решил, что в данной задаче было бы интересно попробовать разные модели от разных производителей, и вы можете попробовать самостоятельно ознакомиться с ресурсами, сайтами этих моделей, увидеть, что среди них есть как отечественные, так и зарубежные, более того, есть и открытые модели, которые не представлены в таком широком медийном пространстве, все-таки это пока остается точкой интереса для специалистов, но я тоже включил их в этот список. Следующий слайд, пожалуйста. Вся задача свелась к последовательному выполнению действий, и я как преподаватель взаимодействовал с двумя моделями, это модель преобразования речи в текст и большая языковая модель. Оказалось, что большая, извините, оказалось, что модель, которая преобразует речь в текст, делает это достаточно успешно с точки зрения скорости, но с точки зрения восприятия получаемого текста, конечно, этот текст оставлял желать лучшего. Некоторые модели практически полностью игнорировали орфографию и приложения были слиты в единый текст, у некоторых моделей это получилось лучше, но, как выяснилось потом, независимо от качества этого текста с точки зрения человеческого восприятия, большая языковая модель охотно воспринимает любой из этих текстов. Следующий слайд, пожалуйста. При обращении к большой языковой модели, несмотря на то, что в медийном пространстве присутствует достаточно много рекомендаций по использованию заранее подготовленных промтов, это тот запрос, который мы отправляем большой языковой модели, я решил попробовать описать задачу на простом языке, и на экране вы можете увидеть текст этого запроса. Вслед за промтом отправлялся какой-то фрагмент текста, полученный из средства распознавания. Ну, если в минутах видео, то это было примерно 5-6 минут видео, то есть фактически мы весь видеоролик разбиваем на 2-3 фрагмента текста, и для каждого такого фрагмента запрашивались вопросы теста. Не все результаты, которые я получал, были удовлетворительны, но следует сказать, что модель очень четко понимала, что является центральным термином в том фрагменте, который передавался. В этом смысле она очень хорошо подхватывала и оборачивала эти вопросы не обязательно в те конструкции, которые использовались в онлайн-курсе. Это, кстати, с методической точки зрения не всегда хорошо, но при этом, конечно, бывали и ляпы, и поэтому приходилось взаимодействовать с большой языковой моделью, как если бы я взаимодействовал с начинающим специалистом. Для этого я использовал уточняющие запросы. Пожалуйста, следующий слайд. Но, опять же, эти запросы были сформулированы на простом естественном языке. Модель охотно воспринимала нумерацию, если, например, она выдавала, как я просил, пять вопросов, и мне что-то не нравилось, например, в третьем вопросе, то я мог указать на то, что в третьем вопросе, пожалуйста, либо его переформулируй, либо предложи другие варианты ответов. Также в некоторых случаях удавалось склонить большую языковую модель к изменению уровня сложности вопроса, когда ты просил, что замени, пожалуйста, эти вопросы на более простые или более сложные. пожалуй, следующий слайд, подводя некоторые итоги, хочется заметить, что, если говорить про объем труда, напомню, это был эксперимент, то, наверное, я бы получил эти вопросы при самостоятельной работе за это же время. ушло какое-то время на адаптацию, ушло время на понимание того, как работать с моделью, но при этом это не потребовало никаких технических знаний, то есть использовались простые интерфейсы для загрузки видео, для общения с большой языковой моделью в формате чата, но этот эксперимент для меня показал, что по-прежнему требуется контроль, контроль со стороны человека, может быть это методист, может быть это тот человек, который просто понимает смысл текста и не видит в нем никаких противоречий, и даже возникли гипотезы, когда была попытка подсчитать, а сколько время ушло именно на техническую работу этих моделей, что подобные механизмы могли бы работать в режиме реального времени, ну, например, они могли бы быть встроены в ту систему, которая используется для проведения лекции, для того, чтобы на лету формировать вопросы и отправлять учащимся. Насколько это корректно с методической точки зрения, насколько, опять же, это удобно, и где гарантия того, что в этих вопросах что-то не проскочит, это вопросы открытые, но эти вопросы собственно и были сформулированы по итогу этого эксперимента. Если есть у вас уточняющие вопросы, пожалуйста, коллеги, готов прокомментировать и ответить на них. Сейчас обращу внимание на чат. У нас в разделе вопросы в КСе есть вопросы от Ивана Боброва. Так, сейчас ознакомлюсь. По поводу формата. Вообще, так как мой запрос при обращении к большой языковой модели не содержал требования к формату, то, собственно, это было максимально простое форматирование, тем не менее, модель размечала нумерацию этих вопросов, нумерацию ответов. Кстати, забыл упомянуть, что перед моделью еще и ставилась задача указать на то, какой вопрос, вернее, извините, какой ответ или ответы являются правильными, и в некоторых случаях я просил их как-то выделить, ну, например, жирным начертанием. С этими задачами очень легко модель справлялась. За рамками эксперимента могу сказать, что в целом модели можно ставить задачу передачи ответа в машиночитаемом формате, например, JSON или XML в расчете на то, что эти данные будут в дальнейшем автоматически загружаться, ну, например, в LMS-систему. Вижу еще вопрос. Так, если есть возможность, вернитесь, пожалуйста, к слайду, где были перечислены модели. Значит, были протестированы, представленные на слайде модели, в конечном итоге, так, еще пораньше, пожалуйста. Да, вот они сейчас выведены на экран. Значит, скажу, что в конечном итоге я работал с GigaChat, но все перечисленные здесь были тоже протестированы подручными какими-то средствами, то есть, без оформления подписки, это либо прокси через Telegram, либо специализированные ресурсы. Почему остановился на GigaChat? Ну, ввиду того, что, собственно, это не менее удобное оказалось средство, как с точки зрения простоты использования, так и качество результата. Вполне возможно, что при каких-то особых тематических фрагментах видео у меня были такие, эта сеть могла не справиться, но вот тут надо сказать, что эксперимент максимально чистым не назвать. Надеюсь, что на вопрос ответил. Еще в чате остался вопрос про каталог рабочих промптов. Так, ну, если говорить про различные каталоги, которые содержат, ну, скажем так, практику для различных областей, для образования, для программирования, для каких-то задач, связанных с бизнесом, безусловно, такие каталоги существуют. Существуют каталоги, которые поставляются вместе со всеми, вместе со всей функциональностью больших языковых моделей, которые можно найти на сайте поставщиков. Это относится и к нашим отечественным, и зарубежным большим языковым моделям. Есть каталоги со стороны энтузиастов, впрочем, в нашу подборку, если я не ошибаюсь, подобные ресурсы тоже включались. Ну, вот я могу после того, как отдам слова, в чат сбросить еще несколько ссылочек, которые можно будет прямо сейчас использовать. Коллеги? Я хотела сказать, что этот эксперимент был проведен на моделях открытых, так сказать, но есть уже специализированные сервисы, например, которые специализируются на создании тестов. И там уже под капотом, под красивым интерфейсом есть промпты, которые позволяют создавать тесты, учитывая различные нюансы. Возможно, преподавателям может быть полезен такой вариант. Такие сервисы можно будет найти в таблице в белой книге. Отлично, коллеги. Пока не вижу вопросов. Предлагаю двигаться дальше. Сергей, если есть еще какие-то комментарии? Нет? Отлично. Спасибо большое за рассказ. Хотел бы передать слово нашу коллеге Александре Дмитриеву для того, чтобы рассказать про еще один эксперимент и подсветить другую сторону жизни искусственного интеллекта. Саша, расскажешь? Коллеги, слышно ли меня хорошо? Давайте проверим, что все работает. Как у вас вообще дела? уже половина встречи прошла, очень много всего обсудили, связанное с тем, какие сервисы есть, как они могут помочь, какие эксперименты можно провести. Вижу, что коллеги пишут, что все хорошо, слышно, отлично. Собственно, как Саша сказал в начале, я выступаю из позиции некого техноскептика и расскажу об эксперименте, который был попыткой ответа на вопрос, какого уровня сложности задачи может нам помочь искусственный интеллект решить сейчас. То есть сейчас то, что вы услышали, историю про то, что мы можем искусственный интеллект заставить условно что-то проанализировать. он обрабатывает какое-то количество контента и после какого-то количества взаимодействия с ним он так или иначе что-то осознанное может нам выдать выжимку из текста какие-то ключевые вопросы, ключевые термины и так далее. Хотя, в общем, у меня тоже был интересный опыт, когда я засунула PDF материал про искусственный интеллект, в котором они рекомендовали сервис, анализирующий PDF-файлы. сервис, анализирующий PDF-файлы, начал читать эту статью и не смог ее прочитать и ключевые мысли выделить. То есть, в общем, случилась некая рекурсия, говорит, вот, пользуйтесь сервисом, но нашу PDF-ку вот он не читает. То есть, здесь не все так просто даже с теми сервисами, которые проводят условно-первичный анализ, но часто, и мы много это обсуждали с коллегами, что преподавателям актуальна задача делегирования каких-то своих проосознанность, да, поговорим, расскажу как раз про то, какие есть наблюдения, что в том числе говорят коллеги с рынка и в целом, что мы видим. В общем, о чем я? у преподавателей часто возникает задача делегировать какую-то часть своего бесконечного количества обязанностей кому-нибудь, и если мы говорим, например, про большие задачи, которые часто встречаются у преподавателей, это, например, генерация каких-то заданий или проверка заданий. Мы много говорим о том, что важно студентам давать развернутую полноценную обратную связь. Ну, допустим, у нас есть 500 работ, 500 эссе, которые нам сдали студенты. Как мы будем проверять так, чтобы при этом высыпаться? И здесь, конечно, есть большой запрос к тому, чтобы искусственный интеллект проверял работу и был таким помощником преподавателя. У нас есть, я знаю, что здесь присутствуют коллеги, которые знакомы с нашим курсом, у нас есть курс большая часть материалов которого находится на нашей LMS-платформе в текстовом виде, в виде лангридов, и, соответственно, слушатели, которые обучаются на этом курсе, они много изучают материал и потом отвечают в том числе на открытые вопросы. Открытые вопросы проверяются вручную. То есть мы садимся и отвечаем, проверяем по определенным критериям ответ, даем какой-то комментарий каждому слушателю. И понятно, что это занимает определенное время, это требует определенного внимания, поэтому мы решили проверить, а может ли искусственный интеллект помочь нам эту задачу каким-то образом простить. Можно следующий слайд. Что мы, собственно, делали? У нас были некие вопросы и объем материала, база, на которой эти вопросы строились. Вопросы открытые открытые и, соответственно, слушатель должен был своими словами, как правило, описать некое теоретическое понятие, которое он изучил в материалах, и привести свой собственный практический пример. Это достаточно высокая степень свободы, то есть это не очень алгоритмизировано, хотя бы на первый взгляд, это не похоже на закрытое тестирование. И дальше мы стали исследовать, а может ли алгоритм, в нашем случае это был Яндекс.ГпТ, помочь нам эту задачу решить. И было несколько версий, несколько вариантов того, как мы к этой задаче подходили, и, в общем, мы увидели, что, например, если мы даем просто, предлагаем ему пользоваться только его базой, не трогая наши материалы курса, то искусственный интеллект и путается в том, какие ответы давать, и, в общем, на самом деле опирается на какую-то свою базу данных, и это некорректно с точки зрения того материала, который проходят наши слушатели. И мы видим, например, вот какую историю. Мы ему говорим, ты преподаватель в университете, коллеги спрашивали про промпты, была огромная работа проделана потому, чтобы подобрать корректный промпт. Мы ему пишем, ты преподаватель в университете, проверяешь ответ студента, вот такое-то задание, критерии оценивания, пожалуйста. У нас алгоритм читает ответ студента и пишет нам следующее. Мы ему сказали, два балла, если корректно, один, если некорректно. Он пишет, два балла некорректно. То есть мы видим, что какая-то часть критерия, видимо, просто пропала где-то в неизвестности. Можно, пожалуйста, дальше. Следующий шаг, стало понятно, что нам нужно загрузить нашу базу материалов, чтобы искусственный интеллект не выдумывал ответы и не опирался на свою базу. То есть хорошо, мы его ограничиваем, говорим, вот, смотри только сюда. И мы видим, что даже на этом этапе, даже если мы сужаем задачу, мы не просим его оценить само задание. Мы хотя бы хотим его научить, чтобы он сам мог дать ответ на наш вопрос. И мы говорим, вот, смотри, вот такой пример, аргументируй, почему он корректный. Мы упрощаем максимально задачу. Ответ он дает такой, он, во-первых, выдумывает какой-то совершенно свой ответ, частично копируя то, что мы дали во вводных. Во-вторых, он впадает в экзистенциальный кризис, потому что он пишет, ответ габаритов не имеет, задавать сотни вопросов бессмысленно. Да, нам с вами все понятно. И дальше он переходит вообще на наезды, потому что он пишет, неясности есть, и так немножко вздрагиваешь, потому что, конечно, это то, не то, чего ты ожидаешь от своего условно-цифрового помощника. Вот, то есть ситуация такая. можно, пожалуйста, следующий слайд. Собственно, мы провели довольно много разных тестов. У нас есть огромная таблица, где мы собирали всевозможные промпты, тестировали, собирали ответы, пробовали подходить с разных сторон. И те выводы, которые мы сделали по итогам нашего этого эксперимента, они следующие. естественно, коллеги, спасибо за комментарий в чате. Конечно, и не может осознанно что-то выдавать. Это языковая модель, математическая. По сути, это машина, которая предсказывает математически, какое слово должно быть следующее. Оно, конечно, не думает, оно не понимает, что мы пишем. И в этом плане, конечно, очень сложно, когда есть некий алгоритм, алгоритму объяснить. И вторая половина этой сложности в том, что мы сами на таком уровне сложностей очень плохо можем описать, как мы вообще думаем. То есть, когда мы садились за эту задачу, мы садились и пытались придумать, по какому принципу, по каким ключевым словам. У нас прописаны критерии. Критерии, как показывает наша практика на обучении, они абсолютно работающие. То есть, наши слушатели, они не подают апелляции на обратную связь не спорят с ответами, им очевидно, почему им выставлен такой балл. То есть, для человека эти критерии понятны, и получив нашу обратную связь, слушатель полностью понимает систему оценивания прозрачной. Это проверено на минимум 250 слушателях в прошлом году. Но при этом, когда мы пытаемся объяснить этой машине, мы видим, что алгоритм не справляется. И, ну, вторая половина, это, конечно, коммуникация, потому что вопрос то и где, где, на чем у нас учился алгоритм именно общаться, и он может и грубить, и как-то вообще нескладно разговаривать, и впадать в экзистенциальный кризис, как мы выяснили. И, собственно, здесь мы видим на скриншоте один из этапов, когда мы, кажется, замучили несчастный алгоритм запросами. Он совсем решил вообще уйти как-то в сибирские леса и на вопрос, что ты умеешь, он написал, я не знаю. На тот момент у него была загружена база, но он решил стать аскетом. Собственно, мы видим, что, конечно, любые задачи, которые связаны с использованием искусственного интеллекта на сложных преподавательских задачах, они требуют очень большого времени обучения, они требуют очень большого внимания, оно само, к сожалению, ничего не умеет, и, собственно, мы общались с коллегами, которые занимаются искусственным интеллектом, которые занимаются различными системами роботизированными, и, собственно, например, в направлении робототехники совершенно точная позиция, что искусственный интеллект это пока, конечно, не интеллект, это алгоритм, и, соответственно, это математическая модель, она действует в определенных правилах, она не размышляет креативно, как человек, поэтому человеку надо учиться, правильно задавать вопросы, я вижу здесь в чате тоже большое обсуждение, что нужны были там истории про то, какую модель мы используем, какие промпты, мы что только не делали, в общем, в том числе и типовые примеры, и типовые критерии, все это было, здесь довольно большая история, к сожалению, мы видим, что пока, по крайней мере, на примерно трех месяцах попыток с разных сторон убедить машину проверять наши задачи, пока, возможно, нам здесь не хватает еще каких-то навыков, знаний, об этом Александр еще пригласит всех желающих как раз в эту историю вовлечься и посмотреть, как же все-таки убедить роботов встать на сторону людей, но пока это честный ответ на вопрос, что происходит на уровне сложных преподавательских задач. Пока что работает вот так. Коллеги, пожалуй, на технические комментарии по поводу тех моделей, которые мы можем использовать, я вижу, что Аня уже ответила, и мы работали с нашими моделями, да, я вижу, да, что получилось, Леонид, если вы, да, если вы готовы потом, вот Александр Кинетрич, если готовы тоже поделиться с нами экспертизой, что вы делаете, будет супер, нам нужно прямо вот это, потому что это история, связанная именно с нашим опытом. Мы работали в Яндекс. GPT, коллеги, подскажите здесь вопрос у Людмилы, какие российские сервисы. Есть гигачат сберовский, что у нас еще есть? Вот здесь я попрошу коллег, пожалуй, ответить. Здесь, наверное, надо заметить, что есть большие языковые модели российские, на которые ссылается Александра, и это решение есть у Яндекса, это решение есть у Сбера, но в целом рынок сервисов и он же шире, это не только большие языковые модели. Может быть, нам тут Сергей подскажет. Я хочу интересный пример привести по локализации. Вот мы когда говорим российский сервис, есть компания с большой историей, iSpring, она достаточно известна на рынке технологий для образования, и недавно я стал свидетелем и проверил это в работе непосредственно того, как они встроили большую языковую модель в свой инструмент по подготовке текстовых материалов. Так вот, оказалось, если повнимательнее посмотреть, в общем-то, они не скрывают эту информацию, что под капотом находится OpenAI GPT-4. И вот тут мы задаемся вопросом, да, вот продукт входит в реестр российского ПО, да, он предлагается и может быть использован на территории Российской Федерации без каких-либо специализированных средств. Но под капотом находится то, что в прямом доступе без каких-то ухищрений, да, из Российской Федерации мы получить не можем. Но это такой вот обтекаемый ответ, да, на поднятые вопросы. Я полагаю, что время оно как раз покажет, что, ну, не существует вот такого серьезного территориального или геополитического деления. Мы не раз это видели на примере других технологий. Однако сейчас, да, согласен, что такие вопросы могут появляться, и это не случайно. Спасибо большое. Надеюсь, вы никого сейчас случайно не сдали. за использование зарубежных технологий. Что касается вопроса про будущее, предполагается ли в РПД указывать формат проверки заданий с использованием или нет, мне кажется, здесь вообще большой разговор о том, что насколько нужно быть прозрачным в том, какие инструменты применяются, и прозрачным не только в отношении студентов, какие инструменты они для чего могут применять, но также в отношении того, какие инструменты применяет преподаватель. Потому что одна из веток дискуссии очень интересной про то, насколько этично, что преподаватель проверяет домашнее задание используя искусственного интеллекта, а не делает это сам. это тема для рассуждений. Да, Александра? Ну да, у меня здесь, мне кажется, короткий просто комментарий. Кажется, что когда мы говорим про обучение, мы говорим про доверие и прозрачность всего процесса, и когда мы разрешаем или запрещаем нашим студентам использовать определенные технологии, точно так же, честно говоря, что мы их используем. У нас были кейсы, например, мы обучаем преподавателей, преподавателей высшей школы, у нас были кейсы уже в прошлом году, когда коллеги домашку вот эти самые проверяемые задания делали при помощи очевидно какой-то языковой модели. Это человеческий мозг, кстати, потрясающе быстро учится различать ответы, которые писал алгоритм. Мы дополнительно проверяли, но у нас не было никаких правил по поводу этого, поэтому мы не могли никак условно забанить человека в новом запуске, в новых потоках мы предполагаем вводить эти ограничения и честно писать участникам, что мы будем проверять, но не сами вопросы, а не было ли это сгенерировано какой-то нейросеткой и будем банить, если мы будем убеждаться, что это произошло. И это честный разговор, для всех все прозрачно, кажется, это такая основа образовательного процесса, чтобы все понимали, что вообще происходит. Да, спасибо, Саша, большое. Я здесь бы предложил поставить небольшую паузу нашей презентации, у нас есть еще материалы, и, как я говорил, анонс того, как подключиться к этой работе, я бы хотел обратиться к участникам. Возможно, вы бы были готовы поделиться или успешными, или неуспешными кейсами использования искусственного интеллекта, или, может быть, какими-то сомнениями, или, наоборот, запросами. Хотелось бы, чтобы было так, но пока непонятно как. Здесь приглашаю поднимать руки, если у кого-то есть готовность поделиться. Мы пригласим вас в эфир. Очень интересно ваше мнение. Как это способ вовлечения аудитории? Если не готовы к голосу, то можно и в чате. Да, давайте пригласим Ивана Баврова. Так. Иван, вроде приглашаем в эфир, сейчас должно заработать. Леонид, вас тоже приглашаем в эфир. Иван, Леонид, вам нужно принять приглашение для того, чтобы у вас появилась возможность выступить. Алло, меня слышно? Да, Леонид, слышно. Готов с вами поделиться вот такой, это в основном работал с Яндексом, с GPT и с промтом. Кейсик такой простой, напиши объяснительную. Ну, со своими студентами учились правильно формировать так называемую отчетность перед руководством, описание объяснительных, докладных записок. И в основном основной посыл был для того, чтобы как правильно это сделать. То есть у нас есть какие-то задатки, парочку объяснительных закидываем, ну, скажем, в Яндекс. GPT и говорите, вы рядовой сотрудник, необходимо создавить объяснительным по причинам постоянных опознаний на занятия. Яндекс. GPT в зависимости от поставленных критерий, которые учащийся ставит, причину пишет, чтобы это красиво было описано, только из четырех случаев два раза пишет более-менее соизмеримо. Самое интересное, я заметил, что если студент берет какой-то текст из, скажем, какого-нибудь рассказа, связанного с опозданиями на работу, и говорить, что я являюсь участником данных событий, вот тогда Яндекс.GPT очень идеально подстраиваться под подобные дродообъяснительные. Хуже всего дела обстоять будут как в Промте, так и с Яндекс.GPT, связанные с четкими докладами руководству. Особенно это связано с технической составляющей, потому что прежде чем сама нейросетка могла бы понимать, о чем идет суть, в ней необходимо в первой базе ты закладываешь техническую составляющую процессов, вторую последствия процессов, и в третью твои действия процессов, и потом, когда просишь сформировать запрос на создание выжимки из каждых трех текстов, из шести раз, только один-два раза получается правильно идет логика в тексте, начинает наблюдаться. Студенты с подобным заданием в течение месяца экспериментировали. Самую большую полезную роль в этих будет помогать Яндексу, особенно GPT, начало помогать включение помимо сухой информации какого-то знаете, из книжки, просто рассказ какой-то просто копируешь, где подобное событие вставляешь туда же в Яндекс выше проще писать, как бы дополнительную основу, почему-то начинает с этим как-то легче справляться. А с сухими материалами, он справляется три из двух. То есть здесь не поймешь, с пром там сложнее, он начинает зависать, вот как вы говорили, начинает чуть ли не посылать тебе в открытом тексте. Нойте, он очень интересно работает, но с ним вот я еще только начал залезать в него, там тоже есть очень интересные моменты, но они в основном под европейский склад ума, то есть он более линейный должен быть система компиляции данных входных, для того, чтобы он более-менее правильно начал работать и там запросы, которые мы должны туда посылать, они не должны быть размытыми. К примеру, очень такой простой пример, выражение да нет, наверное, поэкспериментируйте с Яндексом, Gpt, с вот этими, там берете, например, вот сам мне бы все понравилось, это мне студент показал, он берет Онегина, вставляет в Яндекс Gpt, что ответила Татьяна, что ответила Онегин, прочитав письмо Татьяны, и необходимо написать в трактовке да нет, наверное, там очень интересный ответ получился, но спасибо, извиняюсь, наверное, было это, ну, вкратце, на эмоциях, конечно, извиняюсь, что так, спасибо большое, Леонид, наоборот, здорово, что на эмоциях видно, что темы переживаете и много экспериментируете, спасибо большое, коллеги, есть ли еще у кого-то опыт, комментарии, мысли, надо поделиться с участниками, ага, Ксения, сейчас мы вас пригласим в эфир, Добрый день, уважаемые коллеги, очень рада вас видеть, хотела бы поделиться таким вот кисом, очень простым, во-первых, это создание картинок, анимаций для, и видео, в том числе, для презентации, для визуального контента, это намного проще, это соблюдает авторское право, и никаких больше не нужно сомнений иметь ни себе, и студентам легко это объяснить, да, то есть вы используете сгенерированный нейросетью контент для каких-то иллюстраций, изображений, героев, а не только фрипик и другие сайты с изображениями. Очень актуально оказалось на самом деле упрощение описания содержания предстоящего мероприятия, когда организуются программы дополнительного образования, которые не являются обязательными. Я пишу цель, описание мероприятия, и мой язык очень сложный, он профессиональный и полон различных термин. Я прошу чат с моего языка перевести на язык привлекательный для студентов, проще объяснить и часто и переформулировать сложную тему, и дать описание мероприятия, в этом очень помогает. А также в таких вещах, когда нужно добавить что-то очень типовое, написано введение к чему-то, и нужно написать заключение, переписав словообведение, то есть упрощает во многом. И, конечно же, это лонг-риды к видео. То есть без этого инструмента я бы, наверное, вообще просто бы не смогла, потому что если даешь студенту посмотреть какое-то видео, я считаю, сейчас это просто правило, мы должны ориентироваться на разных студентов и отвечать их потребностям. Это должно быть видео, возможность посмотреть видео, возможность посмотреть презентацию, а возможность ничего не смотреть и просто прочитать. И вот если это видео создано сторонним экспертом, который просто размещается в качестве дополнительного, все равно какой-то summary, какой-то long-read на всякий случай, если они не посмотрят целиком или им просто неудобен этот формат, это очень важно. Ну и в науке тоже очень мне нравятся сервисы Элисит, который, например, позволяет, очень я к нему привыкла, во-первых, осуществить такой очень качественный поиск по научным публикациям, хорошие языковые модели используются, а также сравнить методы исследований, которые были, увидеть, сопоставить в виде сравнительной таблицы статьи, посмотреть, какие методы исследования там использовались. Ну и, конечно, в образовательном процессе это здорово со студентами посмотреть на то, насколько эти сети неэффективны, попросить их отличить текст, написанный чат-ботом и не чат-ботом, и попрактиковаться, задать, сформулировать запрос на английском, на русском языке, посмотреть разницу, посмотреть сервис, это, в принципе, критическое мышление формирует, развивает очень неплохо, и студентам нравится как инструмент просто вовлечения в процесс, потому что это актуально, об этом все говорят. Вот. Ну и аватара, я уже говорила, делилась этим опытом, мы пробовали заменить видеолекции с преподавателем на аватара, который создан при помощи искусственного интеллекта, это Сбербанк, Виспертек, но сейчас уже более совершенные сервисы есть, и, к сожалению, когда мы тестировали, оказалось, что студентам не стыдно пролистывать прочитанную лекцию аватаром, но на тот момент это тогда еще не был прям образ преподавателя, как вот вы делали ролик с курса с Ольгой, да, то есть тут, конечно, я думаю, им было бы стыдно, это был просто аватар, и он выглядел как аватар, но в целом хороший сервис, но тут возлагать на него надежды особые, что когда-то он научится все делать и реально, к сожалению, так не получается, и даже студенты, которые у нас с удовольствием мыслят в эту сторону, создают там стартапы, пытаются с использованием инструментов искусственного интеллекта натыкаются на ту проблему, что, а на чем ее учить? Вот у нас студенты говорят, вот вас безумно сложные, вы плохо принимаете наши паспорта проектов, куча комментариев, вот я хочу сейчас написать систему, которая будет паспорта проектов классные писать для всех наших студентов. Ну, сначала нужно научить на качественных паспортах проектов, давайте вы сначала о качественных напишите. Всем потокам тысячу штук, и потом будем на этом учить. Но, тем не менее, тема интересная и привлекательная и для студентов, и для преподавателей. Спасибо. Спасибо большое, Ксения. Я коротко хотел бы отнестись к истории с аватаром. У нас действительно был опыт в центре, когда мы с Ольгой Николаевной Алкановой делали аватар. То есть, это запись живого человека, один раз записываешь, а потом генерируешь любой видеоряд с любой озвучкой, в том числе на русском или на английском языке, и не нужно перезаписывать дополнительно человека. С одной стороны, кажется, что это экономит значительные ресурсы, особенно если мы представляем большой видеопродакшн, когда есть студия, когда есть много людей, есть много оборудования. Но, с другой стороны, если сравнивать это просто с записью преподавателя, не знаю, зашли в Microsoft Teams или любой ВКС, сели перед камерой и записали себя, то, конечно, записать себя перед камерой гораздо проще, потому что недостаточно просто скормить аватару текст, его все равно нужно как-то нарезать, нужно посмотреть, хорошо, нехорошо работает. И отдельно делилась Ольга опытом с нами, что когда аватара и видео с аватаром преподавателя, которого знают студенты, ставишь в курс, у студентов нервная реакция, какой-то кринж, потому что они знают этого человека и сейчас это выглядит странно. При этом, если человека не знают, мы видели это скорее не по образовательным мероприятиям, а в целом по мероприятиям, то восприятие более чем нормальная. Поэтому выборка у нас была маленькая, конечно, но вот такие интересные аспекты проявления. Если, коллеги, есть что добавить? Так. Про аватару в чате можно почитать. Проект Вилана и Трофимсова и мы достаточно детально рассказали, как это делали. Я предлагаю коллеге вернуться к презентации нашей. Если у кого-то будет желание еще поделиться мыслями, пожалуйста, дайте о себе знать. Несколько рассуждений о том, а что же дальше? Мы поговорили про сервисы с вами, мы поговорили с вами про то, какие задачи преподавателя могут решать эти сервисы. Детально это можно увидеть в белой книге. Мы поговорили про разные эксперименты, структурированные, не очень структурированные, разный опыт того, как разные сервисы, инструменты с использованием технологии искусственного интеллекта, можно применить преподавателю. Но технологии развиваются, и вокруг этого достаточно много вопросов возникает. Я бы хотел попросить Сергея поделиться нашими распространениями о том, что дальше. Да, спасибо. Коллеги, я предлагаю провести небольшой анализ, у нас видно в чате есть такие вопросы про доступность различных сервисов, про возможность использования отечественных, зарубежных сервисов, и мы попробуем через эту проблематику посмотреть на день настоящий и на день завтрашний. Следующий слайд, пожалуйста. И для этого мы с вами попробуем разделить эту проблематику на три уровня. Я не претендую на то, что это единственные уровни, но в общем-то без оценки того, что можно и что нельзя на этих уровнях, мы дальше точно не продвинемся. Итак, первый уровень это технологические, которые мы с вами препарировали уже в наших рассуждениях, говорили о том, что есть и проблемы связанные с неполнотой знаний, это возможные галлюцинации, отсутствие логики, из-за того, что технологически, как верно было замечено, в основе лежат прежде всего математические вероятностные модели. Если говорить о сервисном уровне, то мы можем говорить о той самой проблеме доступности этого сервиса, которые связаны с ограничением либо со стороны поставщика этого сервиса, либо это может быть проблема связанная с какими-то нашими бюджетными ограничениями, невозможность масштабирования этого сервиса на достаточно большое количество пользователей. Если, к примеру, мы возьмем открытую модель, которую мы с легкостью можем развернуть и в нашем периметре, Но, повторю, да, возможно наши затраты будут достаточно высоки. И, говоря про методику, не раз мы отмечали, что просто так автоматизировать учебный процесс не получится. И это не столь наши эксперименты отражают, сколь многолетняя практика. Человеческое общение всегда было в приоритете. и даже вот те вопросы, которые поднимаются сейчас в области создания двойников, ну, только что мы как раз говорили о аватарах, да, которые, может быть, не автоматизируют, но предоставляют некоторую возможность автоматизации самого процесса, производства некого контента, конечно, тут тоже нужно обращать внимание на некоторые методические особенности, ну, например, особенности, связанные с восприятием такого контента. Но это взгляд в каком-то смысле пессимистичный, с оценкой на то, что вот сейчас мы практически по каждому такому уровню имеем достаточно серьезные проблемы, но давайте попробуем и по-другому взглянуть на это. Пожалуйста, следующий слайд. если зарядиться техно-оптимизмом, то первое, на что мы обратили внимание в начале нашей встречи, это скорость развития этих технологий. Вообще, говоря об ограничениях одной технологии у специалистов, которые занимаются созданием различных информационных систем, есть уже давно подготовленный методологический подход к решению таких проблем. Если один сервис не справляется, то это надо делегировать другому сервису, то есть технологически мы можем столкнуться с тем, что у нас будет комбинация различных технических решений. Там, где нужна логика, будут использоваться соответствующие модели, неважно, это может быть даже алгоритм, который четко разделяет ту информацию, которую мы подаем на вход, обрабатывает и дает логически обоснованный ответ на выход. Но при этом, конечно, такой алгоритм может обращаться к другим моделям, и сейчас уже существуют зрелые фреймворки, которые позволяют специалистам со средней квалификацией заниматься такой комбинаторикой. Более того, есть примеры систем, в которых агенты на базе больших языковых моделей пытаются взаимодействовать друг с другом, и путем такого взаимодействия они приходят к более качественному результату, то есть в каком-то смысле они даже заменяют нас, как тех, кто ставит запросы на себе подобных, то есть друг другу ставят запросы и дают какие-то ответы. Говоря про сервисный уровень, надо понимать, что конкуренция сейчас, по крайней мере, достаточно высока, и эта конкуренция приводит к тому, что поставщики сервисов всячески стараются пересмотреть барьеры, это касается и ценовой политики, это касается и политики ограничения доступа, ну и еще раз подчеркну, что понятно, для обывателей это такой скрытый пласт, но технари это очень хорошо видят и используют, бизнес начинает это использовать, и тому есть яркие примеры даже в больших компаниях, когда за основу берется открытая модель, и это открытая модель через дополнительные данные, которые, например, характерны для вашей предметной области, адаптируются и не уступают коммерческим решениям. Методы использования здесь, на мой взгляд, нужно обратить внимание на естественное вовлечение пользователей и вирусный эффект, ну говоря о взаимодействии со студентами, скорее мы, как преподаватели, подвержены этому вирусному эффекту, а источники это сами студенты, которые, собственно, нас и заражают интересом к этим технологиям, и обратите внимание на практически отсутствующий порог входа для самих экспериментов. В общем-то, для эксперимента достаточно простой чат-консоли, в которой мы общаемся с чатом, хотя соглашусь, как было замечено некоторыми коллегами в нашем чате, иногда нужен тюнинг либо на уровне промтов, либо на уровне самой модели, как я сказал только что, в рамках экспериментов с открытыми моделями. Тем не менее, здесь мы можем заметить, что технические специалисты, которые подключались к такой работе, они не должны быть высокого уровня, ввиду того, что для них, опять же, существуют различные интерфейсы программирования, различные библиотеки, различные кейсы, хорошо описанные энтузиастами и экспертами с рынка, переиспользование которых тоже дает интересный результат. Следующий слайд, пожалуйста. Отдельно я бы выделил вопросы, связанные с безопасностью и этикой, и здесь я не хотел бы вторить и так существующим лозунгом со стороны так называемых алармистов то, что искусственный интеллект может нас поработить, может нас заменить. Я хотел бы обратить внимание на другую проблему. Она существенная и время показывает, что в каком-то смысле это бомба замедленного действия. Речь идет о регуляторике, регуляторике настоящей или будущей. Если говорить о настоящей регуляторике, то мы все знаем примеры, как отечественного 152-го федерального закона, который регулирует сбор и обработку персональных данных. Однако, если говорить не просто о персональных данных, а об искусственном интеллекте, то мы видим европейский опыт, который достаточно скептически относится к использованию искусственного интеллекта в тех случаях, когда речь идет о конкретных субъектах, то есть о их персональных данных. Собственно, буквально недавно вышел закон, который Европа обсуждала примерно год, ограничивающий использование искусственного интеллекта в определенных областях и в определенных кейсах. при этом не уточняется, что есть искусственный интеллект. То есть в целом это можно и рассматривать как ограничение вообще на использование различных средств автоматизации в определенных областях. К этим областям относится безусловно медицина, относится взаимодействие с кандидатами, если мы говорим о найме этих людей на работу и другие кейсы. Почему я назвал это бомба замедленного действия, потому как эта регуляторика может появляться гораздо позже, чем технологии в наших руках. То есть мы привыкнем к технологиям, мы внедрим их в наши процессы, мы начнем зависеть от них, если не будем предпринимать каких-то дополнительных шагов и вдруг может появиться какой-то нормативный акт или даже некая система, которая регулирует взаимодействие с искусственным интеллектом и понятно, что все процессы, они здесь могут серьезно пошатнуться. Еще один пример, который связан с безопасностью и этикой, но в контексте образования связан как раз с той технологией, которую только что мы с вами обсуждали, а именно использование генеративных сетей, которые генерят не просто текст, не просто изображения, генерят видео со звуком, как это сейчас принято называть, формируя дипфейк. Мы с вами могли быть свидетелями использования, особенно в пандемии, таких средств, как средства прокторинга, сценарий автоматического прокторинга, когда без человека, без проктора алгоритмы пытаются распознать происходящее со стороны обучающегося, дипфейк. Вполне возможно, что если ничего не менять в таких системах, то дипфейки могут пошатнуть эти системы и претендовать на обман таких систем. Это же мы можем наблюдать и в системах, которые выявляют заимствование. Достаточно серьезная проблема на сегодняшний день обнаружать заимствование не в виде непроцитированного текста, а в виде текста, который генерирует искусственный интеллект. Я вам предложил несколько точек зрения, и, пожалуйста, следующий слайд. Я попытался отразить проблематику, отразить оптимистичный взгляд на происходящее, но, тем не менее, я считаю, что если говорить о будущем и говорить о деятельности нас, преподавателей, различных исследователей, то все-таки стоит сохранять технооптимизм именно потому, что если мы вообще не будем относиться к этой истории, либо запремся и будем игнорировать эту историю, то вот это и будет самой большой проблемой. Коллеги, Александр. Спасибо большое. за рассказ в таких разных плоскостях. Я бы хотел сейчас, если у коллеги есть вопросы, пожалуйста, поднимите руку или напишите. Я напоминаю, что эти вопросы и другие вопросы, о которых мы сегодня говорили, отражены в белой книге, которую мы недавно опубликовали. Ссылка на нее есть в чате и на экране. Ее можно легко найти на сайте метод jasomas.p.ru. Я бы в конце нашей встречи хотел бы вам рассказать про нашу идею. Это вот знаете, когда что-то очень сильно хочется, вот прям хочется, и не можешь сдержаться, и поэтому придумываешь разные интересные способы того, как это сделать. Мы с коллегами, посмотрев на тему искусственного интеллекта для образовательных задач, все больше убеждаемся, что с любым цифровым инструментом в первую очередь идут задачи, методики и технологии далее уже, которые решают определенные методические потребности. И рассуждая о том, как применять искусственный интеллект для образовательного процесса, мы бы хотели смотреть на это через призву методик. Именно поэтому мы запускаем совершенно новый для нас формат. Не знаю, что из этого выйдет, честно скажу. Мы такого никогда не делали, но будем рады, если вам это будет интересно, и вы к этому подключитесь. Такую небольшую лабораторию по искусственному интеллекту, но виртуальную, на базе нашего сообщества преподавателей методом. Что это будет? Это будет работа в течение нескольких месяцев в виртуальных командах, собранных из энтузиастов с разных вузов и организаций, которым было бы интересно поработать над одним из направлений, связанных с методиками использования искусственного интеллекта в образовательном процессе. На сегодняшний момент мы выделили несколько таких больших фокусов, внимания, на которых хотели предложить сконцентрироваться. Они сейчас на экране. Детально можно будет почитать по ссылке, которую пришлюсь сейчас в чат. Направление 1 – это методические решения повышения эффективности работы преподавателя. Здесь несколько групп. Группа 1 – разработка курса. Группа 2 – подготовка проведения занятий. Группа 3 будет работать с оцениванием, причем с оцениванием в двух направлениях. Это оценивание традиционно, запрещая использование студентам искусственного интеллекта и оценивание, которое поощряет использование студентами искусственного интеллекта. Идея у нас простая – взять один или два реальных курса настоящих преподавателей и попробовать максимальным использованием инструментов искусственного интеллекта решить ту или иную образовательную задачу. Сработать курс или подготовиться провести занятия и так далее. Конечно же, хочется это делать не просто так, чтобы сделать, оптимизируя определенные параметры. Поэтому вот под той ссылкой на МИР, которую представили в чат, можно увидеть уже детальную информацию о том, как это будет устроено. Предложили и метрики, которые стоит оптимизировать, применяя инструменты искусственного интеллекта. Направление два, которое мы услышали, как запросы сообщества, это универсальная политика по внедрению искусственного интеллекта пока на уровне преподавателя. Знаете, такое дерево решений в зависимости от того, какая дисциплина или какая образовательная задача стоит, где разрешать искусственные интеллекты, где запрещать, в каком объеме, как это правильно коммуницировать с студентом, как это включить в РПД, как включить материалы, как на какие вещи обратить внимание. Это второе направление. Третье направление, вот знаете, когда есть что-то совсем новое, третье направление это совсем-совсем новое. Тут, в общем, это очень амбициозная история. Мы бы хотели для нашего сообщества, для преподавателей в первую очередь, которые входят в сообщество метод Juson, решить одну из болей, которые у вас есть. Использованием инструментов искусственного интеллекта в первую очередь больших языковых моделей и спроектировать сервис, который бы решал одну из задач, которую вы тратите время, которое сейчас доставляет много неудобств, с тем, чтобы повысить эффективность нашей работы. Этот сервис будет бесплатный, он будет доступен для преподавателей, которые входят в сообщество, и вот хотели бы его также разработать. Соответственно, мы вас приглашаем и еще напишем об этом в рассылке принять участие. Если вам это интересно, вы зайдете по ссылке мира и увидите, что там можно вписать себя, там написаны все условия и то, как это будет работать. Нужно выбрать тему, лучше одну, максимум две. и далее мы запустим уже работу в виртуальных командах. Проведем встречи, определим фокус разработки. Наша цель к летней школе сообщества, которая будет проходить в Петербурге в августе, иметь методические разработки, которыми можно поделиться друг с другом и которые можно взять в работу уже к новому учебному году. Времени у нас не так много. На дворе апрель остается два с половиной месяца. Будем рады, если вы нас в этом поддержите и присоединитесь. Есть время подумать, материалы все пришлем в почту, пожалуйста, подключайтесь. Что такое сообщество, на всякий случай тоже проговорю, что лаборатория будет делаться на базе экспертного сообщества методиках преподавания. Если вы еще не в сообществе, пожалуйста, обратите внимание, что у него, конечно же, можно скорее вступить. Сообщество бесплатное, доступно тем, кто занимается вызванием взрослых. Можно отсканировать QR-код, там будет форма для заполнения и подачи заявки. Летняя школа в этом году будет проходить с 19 по 23 августа. Она будет длиннее по продолжительности по сравнению с нашими предыдущими летними школами. И там мы ожидаем отдельный трек про искусственный интеллект на основе тех наработок, которые будут сделаны в сообществе. Также вас приглашаю. Коллеги, на этом наше выступление подходит к концу. Еще раз зафиксирую, что мы рады вас видеть. Мы рассказали вам сегодня про наши исследования, поделились примерами экспериментов, которые мы проводили сами. Спасибо тем, кто поделился голосом сегодня в чате своим опытом. Отдельно подумали, что дальше. И приглашаю вас присоединиться к нашей работе по методическим экспериментам и интеграции в работу преподавателя. Чтобы присоединиться к методическим экспериментам, зайдите, пожалуйста, в чат или дождитесь на почту. Выберите тему, запишитесь и будем вас ждать. Коллеги, есть ли вопросы, комментарии, мысли? Большое спасибо, что пишете. Спасибо в чат. Рада, что вы были с нами. Как и любая такая встреча, мне кажется, она одна из стартовых. Я очень надеюсь, что уже через месяц мы расскажем о первых наших методических развилках и тех вещах, которые нам получится в рамках экспериментов увидеть. Именно с фокусом на методике преподавания и методике применения в образовательном процессе. Коллеги, спасибо вам большое за ваше время. Запись будет доступна и разослана. Мы с вами на сегодня прощаемся, ждем вас в сообществе в летней школе и в наших методических экспериментах. Субтитры создавал DimaTorzok